День рождения родного края – один из любимых праздников жителей Ленинского городского округа. В своем поздравительном обращении губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, как стремительно муниципалитет развивается и с каждым годом становится комфортнее для людей. Праздничное утро по традиции началось с благодарственного молебна, где присутствовал архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Благодарение за то, что мы прошли вот этот вот маленький отрезок объектом человеческой истории, что Господь не оставлял и наш город, и наш край, и жителей нашего края своей милостью и своим благословением. Далее делегация проследовала на Аллею Славы, где глава муниципалитета Алексей Спаский, представители администрации, депутатского корпуса и общественных объединений возложили цветы к вечному огню, отдав дань памяти воинам, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны. Трансляцию с возложения зрители телеканала «Видное ТВ» могли наблюдать в прямом эфире. Кульминацией официальной части праздничной программы стало награждение лауреатов и почетного гражданина Ленинского городского округа. Сегодня мы говорим слова благодарности основателям этого города, людям, в честь которых названы улицы, которые устраивали, закладывали его, которые его озеленяли и благоустраивали. Мы говорим слова благодарности ветеранам, которые до сих пор с нами, которые передают традиции и принимают самое активное участие в нашей современной жизни. Мы говорим слова благодарности людям, которые сейчас куют славу и честь этого города. За высокие профессиональные достижения почетное звание «Почетный гражданин Ленинского городского округа» присвоено. Виктору Николаевичу Голосову, инженеру технического надзора производственной службы теплосеть муниципального унитарного предприятия «Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства». Я постараюсь и дальше трудиться, и вносить свой посильный вклад в дело развития нашего предприятия, в дело снабжения жителей нашего округа и города с теплом и горячим водоснабжением. В этом году на советском проезде расположился палаточный городок, где были представлены предприятия, которые успешно трудятся на территории округа. Создают рабочие места, обеспечивают муниципальный бюджет налоговыми выплатами. С достижениями местных предпринимателей ознакомился и глава Алексей Спасский. Параллельно у кинотеатра «Искра» проходила дневная концертная программа, посвященная дню рождения города и округа. Здесь своими выступлениями жителей радовали местные творческие коллективы. А еще множество мастер-классов, творческих и спортивных. Любой гость праздника мог выбрать развлечение по душе. Прямо погода улыбается нашему дню сегодня. Очень здорово, очень красиво. Все занятия для детей мы хотели, рисовали, внуча разрисована сама. Весело, концерт такой, кукли какие ходят нарядные. Все здорово. Ближе к вечеру праздник переместился на стадион «Металлург». Здесь на огромной сцене выступали именитые артисты. Музыкальные номера гостям подарили Юлия Савичева, группа Чечерина и Сергей Лазарев. Концерт посетило более 12 тысяч человек. Я так хочу плечать, я люблю сильно, лишь тебя, так от тебя. Завершился праздничный день по традиции с салютом. Юлия Пагасян, Галина Житкова, Кирилл Иванов и Ольга Садовская. ВиднетВ.